Подружки, я должна была сегодня поделиться с вами этой красотой. Вы посмотрите просто на эту ювелирную, скошенную травушку. И если вы думали, что это заслуга вашей достопочтенной матери, перематери, то вы ошибаетесь, потому что нет, не моя уж совсем. Это все наша бабка, моя матушка. Смотрите, пруд почищен, о чистоте пруда свидетельствует прозрачная вода. И видны камни на дне, в которые нырнул в первый день нашего приезда ребенок. Короче, что же здесь произошло? В общем, моя мама покосила всю траву, она помыла басик. Ну, во-первых, она помыла пруд, поменяла там воду, поставила тут поливалочку. Помыла наш бассейн, поменяла воду. Сами понимаете, там 500 миллиардов литров воды. Ну, и как бы старая женщина справилась. В общем, тут у нас химия и все залито. Все тут сейчас, магия вся происходит. Насосик работает с фильтром. Тут все чистенько и красивенько. Ребенок поспал, проснулся. Что еще? Вода в ванночке ребенка налита. Тут все под зонтом. Красиво. Обед готовится. Она, конечно, смирилась со своей судьбинушкой и наличием говно дочери, которая вот вообще ни разу не хозяйственная. Причем, когда я покупала этот дом, я ей сказала, слушай, вот тебе надо, как бы ты не рассчитываешь, что я вот там буду, как сказать, жалюсь, буду тебе помогать. И скажу, господи, ты же старая, немощная, давай-ка я все сделаю. Нет, я тут полоть не буду, убирать я тут не буду и ничем заниматься не буду, за исключением того, чтобы, ну, максимум, вот, посидеть вот на этом вот диванчике и отдыхать. Ну, и, короче, поэтому всю красоту и вот все вот это вот наводит моя мама. И кто у нас спрашивал во влогах, сами ли сделали пруд, сами ли его чистим и так далее, да. Все своими ручками, в общем, выкопали яму, постелили там чего-то, закидали камнями, три таблетки химозы и все готово. Все прекрасно растет и все это, в общем, существует. Ребенок, такой же, как я, очевидно, да, нытик. Капелька холодной водички и мы сразу орем. Пойдем. Очевидно, матушка встала очень рано, чтобы навести тут лоску. Смотрите, еще у нас какое красивое дерево, это наша магнолия. В этом году она какая-то прям вообще божественная. Ну вот, такие вот дела. Пойдем, котенок, посмотрим, какой у нас там обед. Что нам бабушка твоя приготовила? И мне кажется, сегодня можно вот это вот прекрасное действие отпраздновать обедом на улице. Это, мне кажется, будет очень даже круто. Ты Бозя! Опять тебя облили. Короче, ребенок только что проснулся и сильно не в духе пока. Ну да ладно. Ну что поделай, да, скажи. Жизнь такая, сложная штука. Ну и ладно. Ага, пойдем. Давай руку. Пойдем. Так, за что я люблю обедики у мамы? За то, что тут все вот так вот вкусненько. И прекрасненько. У котенка у нас вот котлетка, помидорчик и пюрешечка. Еще задумчивый котенок. Я уже маме сегодня сказала, что я навряд ли буду такой же мамой, что ко мне кто-то приедет на старости лет, и у меня будет вот прям накрыта полянка. Поэтому я сказала, ты, мать, как бы это, держись. Долго придется тебе с нами тут возиться. Селенок-то не так много уже. Ну. Ну, вкусненько. Давай, котенок, ешь. Кстати, в стуле он отказался сидеть. Ему надо было как со взрослыми. Я тут сижу, вот, рука здесь. Мне нужно держать, да? Хорошо. Вот тут. Короче. Ладно, котенок, давай ешь. Хватит ныть. Сегодня какой-то исключительный ты нытик. Все, держу твою ногу. Теперь ты можешь спокойно сидеть. Нет, не держать, окей, все. Прекрасно. Ну, там Пелли носится. Пелли, да. Давай ешь. Нет, это для Рэма, не для Пелли. Давай. Ну, вот сегодня вот так у нас. Такой день называется. Говно день. Суровая жизнь, да, у тебя, Рэм? Действительно. Что, вытереть опять надо что-то тебе? Прости. Все, трапеза окончена. Ну, это, чтобы вы понимали, человек поел. Ну, как бы жара и понятно. Кстати, по поводу нашего вот этого, тут житухи нашей подруги. Я, конечно, понимаю, что многие из вас пишут, ну, как бы не со зла и, ну, как бы с добрых побуждений. Но я вас умоляю, давайте мы не будем играть в широких хопса. И не пытайтесь угадывать или меня спрашивать, на какой улице, в каком районе мы живем. Там, просить показывать окрестности. Я все понимаю, что интересно, но, подруженцы, вы поймите меня тоже правильно. Все-таки, ну, тысячи просмотров и как-то, ну, адрес, наверное, называть я не буду. Поэтому не стоит сильно этот момент давить и в комментариях об этом писать. Ровно так же, как и если я лоханусь иногда, и где-то у меня появится на какой-то коробке доставки адрес, не нужно вот прям паузу ставить и вот в комментариях писать «О, Боже! Я ваша соседка!» Потому что, ну, как бы, сами понимаете, ну, это, во-первых, как бы личное пространство, во-вторых, ну, это, как сказать, безопасность вашей звезды. Имейте в виду вот этой маленькой. Мы так уже очень-очень много показываем, и те, кто угадывает, где мы живем, ну, и слава Богу. В общем, многие угадывают, и классно. А все остальное, ну, как бы, нафиг оно вам надо. Вот зачем, правильно? Правильно. Отстань. Давай, ешь свою котлетку, колдышка. Ам? Молодец. Вкусно? Вкусно. Не то, что мамины. На. Чего? Нельзя тут стоять, да? Так, ребенок потребовал открыть коробку. Ну, давай. Ладно, будем открывать и понесем на улицу с тобой. Так, ворота оказались какими-то огромными. Я-то думала, что они будут мне по колено. Они оказались нифига не по коленам. Так, здесь у нас мячик. Нужно установить как-то сетку еще, понять, как это все делается. В общем, сейчас попробую поставить сетку и перешпандолить это все к земле. Ну, и потом будем надувать мяч. Ну, вообще. Вот это мячуша. Подожди. Это прям настоящий футбольный мяч. Погоди. Стоп. 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 Надо кипеть. Так, у нас суперогромный мяч. И человек знает, что надо делать. Прекрасно. Смотри, какой ты прирожденный футболист. Ну, давай. Давай. Клади сюда мяч. И ногой смотри. Ну, Кась. Рем. Ну, это было очень как-то легко. Реми. Смотри. Рем. Спасибо. Давай, принеси этот мячик. Давай, иди сюда. Стелла. Так, это не тебе мячи, между прочим. Сейчас опять меня разгрызешь. Так, Реми. Смотри. Мама футболист. Опа. Так, ногой давай. Давай, сейчас мама тебе будет подавать. Рем, давай. Рем. Лови. И в ворота. Бух. Давай, Реми. Бух. Бух. Чего? Небо говорит. Срочно нужен отец. Отец, приезжай. Покажи, как надо играть в футбол. Потому что я, как вы сам понимаете, не сильно ты футболист. Сейчас они со Стелла друг друга вымораживают. Отнимай игрушки. А я тут при чем? Вот идите, разбирайтесь сами, пожалуйста. Вот, пожалуйста. Ваши дела, ваша игрушка. Я тут вообще не при делах. Нет. На. На. Вот вы оба и разбирайтесь со своими игрушками. Стелла. Стелла. Иди отсюда. А ты чего ее вымораживаешь-то? Сам ее драконишь, а потом орешь. Ну. Чего? Стелла. Это Стелла, котенок. Я знаю. В курсе. Иди, разберись со своей подругой. На. Вот твоя игрушка. Идите. Играйте оба. Вот. Вниз. Давай. Ну. Окей. А я, кстати, сегодня подружке поняла, что я достигла новое дно материнства. Потому что в какой-то момент я поняла, что я сижу у телека и смотрю «Шенячий патруль». Ну, то есть «Поник Джуниор». Это даже не Ютуб. То есть целенаправленно в 6 часов началась новая серия. И я, ну, как бы, попросила маму свою сходить посмотреть, что там мелкие на улице, потому что мне было интересно, чем серия закончится. Там заместитель мэра что-то бесновался. И, в общем, там райдеры со своими всеми этими «Скай», там «Крепыш», вот они там спасали город, короче. Ну, вот. Я посмотрела новую серию «Шенячего патруля». Рэма, если что, в комнате не было, как вы понимаете, да? В общем, чего, котенок? Чего? Ну, просто так интересно, что меня ждать дальше. Это как бы вот прям днище или еще можно дальше отправиться? В полет вниз. Напишите в комментариях, кто еще смотрит «Шенячий патруль». Рэми! Если что, это мяч, который загрызла Стелла. Он решил, что это будет великолепная шапочка. Ты плавать собрался или это просто, ну, как бы, модный приговор. Стиль? Я сейчас рожу, блин, я не могу. Котенок, ну, что происходит? Почему вы? Ну, вы поняли, короче. Водичка, да. Ну, водичка, ну, ты же в шапке. А что переживать-то? Ты же в шапке, котенок. Ух ты! Скажи, ну-ну-ну-ну-ну, кулачок покажи. Скажи, ну-ну-ну. Лейка. Ну, короче, я думаю, что на этом мы можем закончить наш лук. Всем доброго дня. Увидимся в следующем нашем видеоролике. Пока, бабы. Субтитры сделал DimaTorzok